Я хочу начать свое выступление с небольшой такой хорошей фразой, что когда пироги печет сапожник, а сапоги точает пирожник, получается не то и не другое. То же самое, мне кажется, произошло и с нашим законом, в частности с расширенным толкованием статьи 6 закона о банкротстве. Это санация до возбуждения дела о банкротстве, или как мы ее в кругах называем, до судебной санации. Впервые, наверное, законодатель наделил функциями законотворчества высший хозяйственный суд, то есть специализированный суд, что естественно противоречит Конституции, что естественно противоречит вообще принципам разделения властей и к чему это привело сейчас небольшой, так сказать, контекст. Ну, прежде всего будем говорить о самом документе, который разрабатывал высший хозяйственный суд. Это называется порядок, он называется порядок проведения санации до возбуждения дела о банкротстве, до возбуждения производства по делу о банкротстве. Значит, принят этот документ был на пленуме высшего хозяйственного суда и стал обязательным для нас, для арбитражных управляющих, для судей, как документом, по которому надо действовать. Что же вообще, если проанализировать вот эту ситуацию? Ну, прежде всего подписание или то, что утверждает высший хозяйственный суд. Как он утверждает? Каким документом это регламентируется? Никаким. Если мы возьмем закон о судоустройстве, статусе судей, где четко и ясно написано, какие полномочия есть у председателя суда, какие полномочия есть у пленума высшего хозяйственного суда, то, безусловно, мы подобных вещей, как утверждение подобных положений, мы не найдем. А раз так, то мы попадаем уже в определенный правовой нигилизм, в определенный правовой тупик, когда законодатель, с одной стороны, говорит, вы разрабатываете судейский орган, а с другой стороны, судейский орган, разрабатывая положение, не может, не вправе, не может его утвердить, легитимно утвердить. И если мы теперь обратимся к общей практике Верховного суда, который еще в 1996 году своим постановлением пленума о применении в судебной практике Конституции Украины, сказал, что если подзаконный акт противоречит закону, то такой подзаконный акт не должен применяться. И к чему вот все вот это привело, весь этот порядок? Ну, прежде всего, начнем говорить о следующем. Высший хозяйственный суд, разрабатывая порядок, по идее, должен был бы, скорее всего, разработать те положения, которые имеются у нас в законе, и не расширяя их, а просто, может быть, каким-то образом растолковав. Что же получилось у нас? У нас получилось, что в этом порядке, до судебной санации, она расширена. И расширена следующим образом. Если закон, часть 2 статьи 6 закона, говорит, что процедура санации должника до возбуждения производства по делу о банкротстве может быть введена при наличии трех условий. Письменного согласия собственника, имущества, органов полномочного управлять, письменное согласие кредиторов, общая сумма требований которых превышает 50% кредиторской задолженности, по данным бухучета, и план национации, который должен быть согласен всеми обеспеченными кредиторами и одобрен общим собранием кредиторов, то порядок добавил еще один критерий. Он добавил критерий в обязательном порядке, должно быть, введя понятие такое, угроза неплатежеспособности. То есть угроза неплатежеспособности, растолковав это понятие. Что это за понятие? Это когда есть исполнительные производства, и исполнение перед одним кредитором повлечет за собой невозможность исполнения перед другим кредитором. Причем я вам хочу сказать, я обращаю внимание, что вот эта идея вхождения и конкуренция между исполнителями производствами, она не сегодняшняя и не только возникла тогда, когда разрабатывалось это положение. Я думаю, что практики арбитражные управляющие знают, что попытки подобных вещей, угрозы неплатежеспособности, существовали и при возбуждении дела о банкротстве по старому закону по статье 7, по новому закону по статье 11. То есть пытаются некоторые судьи высшего хозяйственного суда внести вот такую интересную практику, как конкуренция исполнительных производств. Конечно, на такое видно смотреть не могли, и сегодня есть уже решение Верховного суда по делу Б-50 дробь 211.10 от 25.11.14 года, где четко и ясно сказано, это касалось старого закона, но очень хорошо это переплетается и с новым законом, и с нашим порядком до возбуждения дела о банкротстве, где сказано, что конкуренция исполнительных производств является незаконной. Поэтому сегодня говорить вот об этом факте нужно, и нужно в плане, если будет такой подобный документ меняться, то, конечно, эту конкуренцию норм необходимо убирать. Я вам скажу, что благодаря вот этой конкуренции норм сегодня суды пользуются этим очень серьезно. Я не знаю, честно говоря, ни одной досудебной санации, хотя бы которая начиналась. Если она и начинается, то только в том случае, если идет так называемый между собой, когда все-все свои и должники-кредиторы, тогда такая ситуация возможна. Если такой ситуации нету, то суды, несмотря на всю их смелость, всю их компетентность, они боятся досудебной санации. Я объясню чуть позже, почему они этого боятся. И как раз именно вот это отсутствие конкуренции исполнительных производств, как раз есть основанием для отказа в возбуждении, отказе об утверждении плана санации. Это, опять же, превышение того, что у нас есть в статье закона, и этим очень серьезно пользуются судьи. Дальше. Следующий очень важный вопрос. Мы говорим о проведении собрания кредиторов и говорим так, что если у нас 50% и более кредиторов согласовывают план санации и согласовывают вообще самовведение процедуры санации, то плюс залоговые кредиторы их согласовывают, то в этом случае вводится процедура санации. Какая у нас бывает картина? И может быть. У нас есть целостные имущественные комплексы, есть должники, которые так или иначе отдавали целостные имущественные комплексы в залог. И у нас может оказаться предприятие, которое имеет сегодня примерно 80% залоговых кредиторов, которые согласны вводить санацию, а 20% незалоговых кредиторов, они не хотят вводить санацию. Однако положение сказал Латак, что в участии в собрании кредиторов по утверждению плана санации с правом решающего голоса участвуют как раз именно не залоговые кредиторы, а участвуют все остальные кредиторы, а залоговые участвуют с правом совещательного голоса. Тогда смотрите ситуацию. 20% не хотят этого, не хотят досудебной санации, и собрать собрание фактически будет невозможно. Это нонсенс, который ввелся. Тоже, опять же, закон этого не требует. Закон требует согласования, но закон не говорит о том, что на собрании все кредиторы должны быть с правом совещательного голоса. Поэтому это тоже необходимо менять. Следующий вопрос, который я хотел бы сказать, это об утверждении плана санации. Согласно самому утверждению плана санации и последующему движению в процедуре досудебной санации. Значит, закон говорит так, что во время... Для чего вообще вводится досудебная санация? Понятно. Есть сегодня никто другой, как должник, или какой-то, может быть, аффилированный, как правило, аффилированный с должником кредитор, а может, это и банк, видит, что предприятие находится на грани либо банкротства, либо какой-то реструктуризации. Для этого надо ввести мораторий, для этого надо дать ему оглянуться, посмотреть, может быть, каким-то образом что-то перестроить и выйти нормальным налогоплательщиком. Для чего закон сказал, что а. вводится мораторий на это время, б. во время действия досудебной санации нельзя возбуждать дело о банкротстве. Что же сделало наше положение? Опять расширительный момент, и сказали, что да, вот те кредиторы, которые там есть, и те кредиторы, которые утверждали этот план санации, они могут, они могут, если что-то не выполняется, могут ввести, вернее, начать процедуру по возбуждению дела о банкротстве. Я надеюсь, что это практически может быть неосуществимо с учетом просто другого закона, закона об исполнительном производстве, который говорит, что как только утвержден план и введена досудебная санация, то приостанавливаются все исполнительные производства. А с учетом того, что возбудить дело можно только исходя из исполнительного производства на сегодняшний день, то, по всей видимости, просто времени не хватит в течение этого года проводить вопросы, проводить и решать вопросы, которые связаны с возбуждением дела о банкротстве. И еще несколько вопросов, почему следует обратить внимание на следующее. К сожалению, ни закон, ни порядок ничего не написали по поводу окончания вот этой досудебной санации. Отсюда и вот та боязнь судов применять досудебную санацию, потому что, если мы обратим внимание и на закон, статью пятую, шестую, и на порядок, нигде не сказано. А что же мы будем делать, когда пройдет этот год и заканчивается досудебная санация, что дальше? Какой документ должен выдать? Должен ли выдать суд какой-то документ? Должно ли прекратиться, движется ли это предприятие дальше? Или оно все-таки, не выполнив план досудебной санации и не восстановив свою платежеспособность, оно должно двинуться в процедуру банкротства? Этого нету. А раз этого нету, суды боятся. Это совершенно я... У меня был опыт просто, ну, будем говорить так, не заниматься. Заниматься судебной санацией в качестве, наверное, консультанта и на очень крупном предприятии. И когда суд принял, суд рассматривал, суд долго рассматривал, он в течение месяца, но четыре заседания было. И в конечном итоге суд отказал в возбуждении, в согласовании плана санации. И как раз вот он основывался на вот этих вот мелочах. Первая мелочь, это связано с отсутствием конкуренции норм. Вторая была, что в плане санации не указаны конкретные сроки погашения всей кредиторской задолженности. Для этого и не надо делать. Надо, квинтэссенция, это восстановить платежеспособность. А потом уже можно генерировать любые средства для погашения требований кредиторов. И вот сославшись на этих два пункта, фактически формальных, можно сказать, и недостоверность информации. Сейчас два слова по этому поводу скажу. Суд отказал. Значит, что такое недостоверность информации? Вот я столкнулся, как практик, с этими вещами. План санации. Естественно, план санации делается, он может делаться, и анализ делается на какую-то конечную, на отчетную конечную дату. Он делается, ну, к примеру, будем говорить на 30 сентября. В это же время все органы должника приняли решение о досудебной санации. Но пока идет процесс определения кредиторов. Рассчитывается с каким-то образом, все равно предприятие же ведет какие-то расчеты. Кредитор на момент подачи заявлений, заявления в суд, они, конечно, кредиторы изменились по сравнению с теми, которые есть в этом плане санации. В заявлении это объяснимо было. Было сказано, какие кредиторы, сколько, что эти кредиторы, перед которыми, допустим, рассчитались, это мелкие кредиторы. Они не влияют на общую тенденцию, не влияют на общую сумму. Но тем не менее, суд, ухватившись за вот такую, что нет этой неточности, взял и написал, что недостоверные сведения. Вот все вот эти вещи, эти прогалины, они, конечно, и будут влиять, и вряд ли наши суды в ближайшее время, если не привести в порядок и законы, и сам порядок до судебной санации, вряд ли суды смогут утверждать планы санации. Ну, а если говорить, то была беседа с судом, и честно было, и откровенно сказано, что мы просто боимся, мы не знаем, какой выход, вот то, что я сказал, какой же выход будет после года, что делать, какой документ выдавать, как быть после этого. Поэтому я так думаю, что в самое ближайшее время, если мы, если уже Юрий Александрович Масеев говорил, что мы сделали первую попытку, это пытаемся изменить то положение, которое Высший хозяйственный суд разработал, как законодатель, это положение о досудебной санации, положение об автоматизированном распределении, я так думаю, что следующим этапом будет как раз и второй вот этот законотворческий документ, который называется порядок санации до возбуждения дела о банкротстве. У меня все готово ответить на какие-то вопросы. Если у Вас, Вы в состоянии нормально работать, генерировать какой-то прибыль, какой-то капитал, то тогда восстановить платежеспособность безусловно можно. Да, конечно, есть предприятия, которые ну очень крупные, где это сделать может быть невозможно, но хотя бы двинуться и выйти из процедуры, процедуры предбанкротной. Можно. Что на самом понимании на санации? Кредитору он смотрит на санацию как на погашение своих обязательств, правильно? Нет, не обязательно. Так вот, что означает это понятие? Не обязательно. У него ведь санация это путь к путь, особенно досудебная санация, это путь к мораторию. У него он не должен постоянно рассчитываться вот с теми кредиторами, которые у него сзади с массивом средств, а он должен рассчитываться по текущим делам, развивать производство, а с теми кредиторами решать вплоть до мирового соглашения, вплоть до мирового соглашения, разделения. У него механизмов может быть достаточно много, но главное, главный механизм, что он начинает работать с чистого листа, имея полностью все активы, имея какие-то определенные денежные средства и работать с текущими кредиторами. Если у него это не получается, то он, конечно, должен уходить в банкротство. У него другого выхода нет. Полностью согласен с коллегой относительно такого, наверное, предельный срок, может быть, и недостаточный год, потому что если мы говорим о санации по крупным предприятиям, то нужно же понимать, что это будут сложные и корпоративные процессы, наверное, связанные с восхождением кредиторов в капитал и о рефинансировании по каким-то медикам, потому что иначе из ниоткуда ресурс для восстановления финансового благосостояния, он же не возьмется. Леонид, если... Я еще два слова, как комментарий к этим выступлением. Когда крупное предприятие и оно уходит в досудебную санацию, то, безусловно, основным вопросом этой досудебной санации будет процесс переговоров, процесс договоренностей, договоренностей с крупными кредиторами, каким образом это делать, как пойти, по какому пути пойти. Мелкие кредиторы, они, конечно, участвуют в этом процессе, но, как правило, с противоположной стороны, потому что для них мелкие цифры несущественны, а для крупных кредиторов, возможно, там реструктуризация пойдет, возможно, прощение долгов и тому подобное. И вот, когда идут крупные предприятия, то они, конечно, должны эти вещи понимать. Я еще один маленький вопрос хочу сказать, что, кстати говоря, ни закон, ни положения не внесли такое понятие, как изменение плана досудебной санации. То есть нельзя, вот, утвердили, жизнь же меняется, меняются какие-то политические ситуации, меняются экономические ситуации в стране. И, конечно, не вносить изменения в план санации не годится. Иногда надо это делать. У нас этого нету. Если идти по аналогии с разделами санации, которые есть в банкротстве, ну, возможно, возможно, можно так двигаться. Но этого механизма нет. Так ли это? Так же надо делать. То есть снова собрание, снова собственники и тому подобное. В конце березня був проголосований в першому читанні закон про финансовую реструктуризацію, який в тому числі передбачає нову редакцію статті номер 6 до закону про відновлення плата спроможності. Там частково вирішуються деякі питання, повязані з відсотком кредиторов, які мають голосувати, забезпечених за плани реструктуризації. Як ви оцінюєте цю статтю? Це перше питання. Друге питання, чи, відповідно, я так розумію, буде змінюватися порядок затверджений в ГСУ з огляду на прийняття цієї статті? І третє питання, як ви загалом оцінюєте закон про фінансову реструктуризацію, ймовірність прийняття якого є досить значною? Я думаю, що не зовсім удачно. Удачна ця стаття, вона как би разрушила определені стереотипи взагалі в досудебній статті, з одній сторони, а з іншої сторони, якщо буде ця статті прийнято, і буде ця реструктуризація, то я надеюсь, що, навіть, внесуть змінення, і вопросы будуть розрабатуватися все-таки либо кабінетом міністром, либо державним органом спецігнення банкротства, і тоді те рабочі групи не судейський корпус сам буде це делать втихаря, а це будуть, наверное, якісь ціськість робочі групи, які будуть вже учитувати ту небольшу хоча б теоретичну наработку, чи практичну, той, хто занимався, хоча б пытався занимався этим, наверное, будуть це учитувати в новому положенні, в новому порядку. Это не часто удовлетворяется судами, но с другой стороны, если посмотреть на дела, где не удовлетворяется, ну, такой абсолютно эпический, я думаю, кейс был, на который многие обратили внимание, в 15-м году с Крымичевским стали плавильным заводом, просто почему я обращаю на него внимание, для тех, кто, возможно, не следил за этим процессом, из плана досудебной санации, 170 что-то страниц, 130 что-то страниц, это о том, что такое стали плавильная отрасль, какая история завода, и ни одного конкретного предложения по откуда брать деньги, ни одного конкретного предложения, как эти деньги распределять, да, то есть сложно назвать это попыткой, которая действительно привела бы к удовлетворению требований кредиторов. Вы изучали, да, этот план санации, или пользовались интернет-сайтами, информацией? Есть нехорошая такая привычка смотреть документы, да. Хорошо, значит, ну, начну с того, что в Крымичевске стали плавильный завод, там были конкретные вещи, это вот то, что вы сказали, это было в решении суда и в решении некоторых кредиторов, которые об этом писали. Значит, в Крымичевском, что касается 130 страниц, это обязательные главы в план санации, это анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, это анализ рынка и так далее. Что касается конкретики, то конкретика там была, в этом плане, там был совершенно четко, ясно сказано, там кредитные ресурсы должны были как браться, там были подложены под этот план санации несколько писем от банков, которые гарантировали, что в случае утверждения плана санации они готовы финансировать и так далее. План санации был реальный, а вот суды, когда отмечали, они ухватились именно за то, что было первое, это не реальность плана, а то, что в плане санации была как раз вот та часть, платежеспособность восстанавливается, но расчет с кредиторами будет произведен, допустим, не в 2015 году, а к 2017 году. Ну и что, наши планы санации в обычных процедурах тоже самое делают, так, это первый вопрос, а второй вопрос, это был вопрос, как раз то, о чем я сказал, неточность в тех кредиторах, потому что если мы говорим о бухгалтерском учете, все сталкиваются с ним, то, конечно, сложно там отслеживать, особенно на предприятии, на крупном предприятии. Я вам скажу так, что вот по сталиплавильному заводу, я знаю немножко ту ситуацию, там как раз и была ситуация, когда надо было оповестить порядка 500 кредиторов, а были кредиторы, ну, наверное, может быть, 50-60 кредиторов, у которых долг составляет 1 гривна, 100 гривен, 20 гривен, то есть есть неточность бухгалтерского учета, надо этих кредиторов было оповестить. Была ситуация, когда необходимо было, возможно, проверить по реестру точное название, ну, была неточность названия, но это не влияло на общую процедуру, и как раз воспользоваться вот такими техническими неточностями, которые, безусловно, можно было уточнить, можно было сделать, суд не пошел на это и не утвердил планы. Ну, там же еще не выдерживались и сроки, и не все требования должны были удовлетворяться. Ну, ладно, это конкретная дискуссия, а все-таки, вот, в целом, инструмент досудебной санации, это инструмент финансового выздоровления? И то, и другое, может быть, и то, и другое. В одних случаях это может быть действительно инструмент финансового выздоровления, когда совместно и кредиторы-должник это понимает, особенно, возможно, даже и банки в этом плане, а с другой стороны, да, это возможно и... элементы манипуляции, когда нужно отложиться, нужно вести мораторий для того, чтобы уйти от этого. Понятно, спасибо большое. Хорошо.